МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торжественное заседание Государственного собрания Мариэл 21 сентября 2017-го уже вошло в историю региона. В этот день в зале Дворца Конгрессов собрались не только депутаты законодательного органа власти и члены правительства республики. Здесь присутствовал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, а также руководители силовых ведомств, судебных и исполнительных органов власти, журналисты, работники науки и культуры, представители религиозных конфессий. Спустя 11 дней после победы на выборах главы республики Мариэл Александр Евстифеев официально вступает в эту должность. Церемония инаугурации начинается с исполнения гимнов России и Мариэл, после чего в зал Дворца Конгрессов вносятся государственные символы страны и республики. Это флаги и специальные экземпляры Конституции. В этом этапе церемонии принимают участие офицеры почетного караула. Все происходит под звуки марша Преображенского полка. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Далее в зал вносятся региональные символы власти. Это штандарт и знак главы Мариэл, который принимает у офицеров председатель Конституционного суда республики Александр Баранов. В след за этим в зал входит пока еще избранный глава республики Александр Евстифеев, который занимает место за специальной трибуной. Далее, согласно протоколу, председатель Центральной избирательной комиссии Мариэл Ирина Татаринова оглашает официальные итоги выборов. 10 сентября 2017 года в соответствии с Конституцией республики Мариэл и законом республики Мариэл о выборах главы республики Мариэл состоялись досрочные выборы главы республики Мариэл, в которых приняли участие 236 600 избирателей. 15 сентября 2017 года Центральной избирательной комиссии республики Мариэл принято решение о результатах выборов. Признать досрочные выборы главы республики Мариэл состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность главы республики Мариэл Евстифеева Александра Александровича, получившего 208 855 голосов избирателей, что составляет 88,27% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Уважаемый Александр Александрович, позвольте от имени Центральной избирательной комиссии республики Мариэл поздравить вас с победой и вручить вам удостоверение об избрании главой республики Мариэл. Затем Ирина Татаринова вручает Александру Евстифееву соответствующее удостоверение. В соответствии со статьей 78 Конституции республики Мариэл глава региона вступает в должность с момента принесения присяги. Отмечу, она может быть принесена на русском или марийском или сразу на двух государственных языках республики. Калы Клан. Россия Федерация, Конституция желан, Мариэл Республик Конституции желан, Чан Служит Лаш, Нуман Аралаш, Айдемен да гражданинам Приваждам Эрекэштим, Шуктэм Шогаш, Пагалажда Аралаш, Мариэл Республик Вуйлатышин, Умбакэм Пэштэме, Кюште Абязанышим, Чот Тэршэм Шэкташ, Таватлэм. Клянусь верно служить народу, Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Мариэл, Защищать их, Соблюдать, Уважать и охранять Права и свободы Человека и гражданина, Добросовестно исполнять Возложенные на меня Высокие обязанности Главы Республики Мариэл. В соответствии с Конституцией Республики Мариэл, Александр Александрович Евстифеев Вступил в должность Главы Республики Мариэл. После присяги Председатель Конституционного суда Республики Мариэл Возлагает на Александра Евстифеева Знак главы Республики. В заключение церемонии Евстифеев подписывает Распоряжение о вступлении в должность, После чего вновь исполняются Гимны России и Республики Мариэл, Причем вживую, Акапельно. Тем самым основная часть Инаугурации считается завершенной, Но заседание продолжается. Слово предоставляется почетным гостям. 6 апреля текущего года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Подписал указ О назначении Александра Александровича Евстифеева На должность Временно исполняющего Обязанности главы Республики Мариэл. И 10 сентября, Как сейчас Доложил руководитель Собирательной избирательной комиссии, Состоялись общенародные выборы, На которых Александр Александрович Набрал более 88% Голосов избирателей, Пришедших на выборы, При, обращая внимание, Очень высокой для Республики И для избирательных компаний Явке Почти в 44%. Это говорит о том, Что За прошедшие 6 месяцев Александр Александрович Не только проделал большую работу По анализу ситуации В муниципальных образованиях Республики По анализу ситуации В социально-экономической сфере По реализации Значимых для Республики Инвестиционных проектов А это значит То, Что люди наконец почувствовали, Что в регионе Появилась здоровая Власть, Которая начинает Работать на людей Ушли противоречия, Ушли конфликты, Появилось единение, Консолидация И вот та активность, Которую избиратели Показали В ходе голосования 10 сентября И тот результат, Который был получен, Он говорит о том, Что люди по достоинству Оценили ту программу И тот подход, Который Александр Александрович Предложил За прошедшие 6 месяцев. Впереди большая работа. Как мы уже с вами Полгода назад говорили, В одиночку Такие задачи не решаются. Они решаются командой И прошедшие 6 месяцев Показали, Что костяк этой команды В республике есть. И сейчас Александр Александрович Уже изучив людей, Изучив ситуацию, Сформирует ту команду, Которая будет работать Следующие 5 лет. И я хотел бы пожелать Всем, Кто будет членами Этой команды, Сделать все возможное Для того, Чтобы, Как люди сейчас выразили Своё отношение К кандидату, Губернатору, А мы понимаем, Что это в определенной степени аванса. Вот этот аванс Мы должны с вами сполна отработать. Те планы, Те программы, Те проекты, Которые были предложены Населению республики, Они должны быть, Безусловно, Реализованы. И если у нас с вами Это получится, То, Безусловно, В республике есть Все возможности Для того, Чтобы развиваться, Для того, Чтобы достигать Новых результатов, Которые являются Основой для благополучия людей. Позвольте мне Огласить Поздравление Председателя Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, Главе Республики Мариэл, Александру Александровичу Евстифееву. Уважаемый Александр Александрович, Поздравляю вас С избранием И вступлением В должность Главы Республики Мариэл. Уверена, Что ваш профессионализм, Опыт И компетентность Помогут вам Решать задачи По обеспечению Социально-экономического развития Республики Мариэл, Эффективному использованию Ее потенциала, Повышению Благосостояния Людей. Надеюсь, Что сотрудничество Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С органами Государственной Власти Республики Мариэл В интересах Укрепления Российской Государственности Будет и впредь Конструктивным И плодотворным. Желаю вам Успехов В работе На благо России. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Уважаемый Александр Александрович, примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю официального вступления в должность главы Республики Мариэл. Высокое доверие, оказанное вам президентом Российской Федерации, поддержка Всероссийской политической партии «Единая Россия» свидетельствует о том, что именно с вашим именем связаны надежды на поступательное экономическое развитие и социальную стабильность Республики Мариэл. Безоговорочная победа на выборах подтверждает доверие к вам со стороны жителей региона и признание вашего авторитета, умелого и опытного руководителя. Пусть высокий профессионализм, компетентность, личные и деловые качества, присущие вам, будут залогом эффективности вашей деятельности на этом ответственном посту. Служат успешной реализацией социально-экономического потенциала Мариэл и стратегических планов всестороннего развития Республики. От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, удачи и успехов в благородном деле служения России, новых побед и достижений во имя процветания нашего Отечества. Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Абдуалевич Васильев. Уважаемый Александр Александрович, сердечно поздравляю вас с избранием на пост главы Республики Мариэл. За годы трудов на различных государственных должностях вы приобрели значительный управленческий опыт. стяжали репутацию человека, способного решать непростые задачи. Все это способствовало тому, что на прошедших выборах жители Мариэл оказали вам доверие и подавляющим числом голосов поддержали вашу кандидатуру. Поражай надежду на плодотворное сотрудничество региональной власти с Ишкаролинской и Марийской епархией Русской Православной Церкви, направленной на духовно-радственное оздоровление общества, просвещение и патриотическое воспитание молодежи. Созидание мира и гражданского согласия. Желаю вам крепости сил, помощи Божией и успехов в ответственных трудах. С уважением, Кирилл, Патриарх Московский и Сея Руси. Вы приехали к нам сюда, в республику, в день Благовещения Пресвятой Благородицы. Сегодня день Рождества и чистой Богоматери. День, когда наше русское войско оказало победу на Куликовом поле, освободившись от порабощения. Это видимый знак, что Пречистая Богоматерь духовно опекает вас. Я сегодня хочу благословить вас образом Пречистой, чтобы она хранила вас на всех путях вашей жизни. Обращайтесь к ней и просите ее, и она своим материнским покровом покроет вас от невзгод и поможет вам нести это нелегкое бремя служения жителям нашей республики. Поздравляю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Телеграмма от Дмитрия Анатольевича Медведева. Уважаемый Александр Александрович, поздравляю вас с избранием на пост главы Республики Морел. Итог избирательной кампании свидетельствует о высоком доверии жителей Республики Морел вам и партии «Единая Россия». Рассчитываю, что вы оправдаете ожидания людей, которые за вас голосовали. Сделайте все необходимое для динамичного развития Республики Морел. От имени партии «Единая Россия» желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Телеграммы поступили от заместителя председателя правительства Российской Федерации Рогозина Дмитрия Олеговича, министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича, министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича, министра МЧС Российской Федерации Пучкова Владимира Андреевича, от мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, от министра в Российской Федерации. Телеграммы с поздравлением поступили от руководителей всех субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, от губернаторов Челябинской и Ленинградской областей города Санкт-Петербурга. Телеграммы продолжают поступать. АПЛОДИСМЕНТЫ Церемония завершилась торжественным выносом из зала государственных символов Российской Федерации и Республики Мариэл. После чего Михаил Бабич и Александр Евстифеев ответили на вопросы журналистов. В частности, полпредпрезидента России в ПФО прокомментировал итоги выборов в регионе, а глава Мариэл поделился планами на ближайшее будущее. Результат выборов говорит сам за себя. Они были более чем легитимны, потому что от числа избирателей, а явка была очень высокой для Мариэл, 44% почти, а от числа избирателей за Александра Александровича проголосовали 88% избирателей. Это и высокий результат, и высокая явка. Это говорит о консолидации общества вокруг кандидатуры губернатора. Значит, что за прошедшие 6 месяцев та работа, которая была проведена, она дала очевидный результат для людей. То есть есть с чем сравнивать. Вы видели сами, что в избирательной кампании не было практически никаких конфликтов, не было острых противоречий, все были допущены, все участвовали, все могли агитировать. Ну и дальше люди выбирали уже программу, результаты и таким образом проголосовали. Поэтому мы очень удовлетворены результатами выборов. Еще раз Александр Александрович с этим поздравляем. Спасибо. Впереди большая работа, но вот этот аванс, который люди дали избрану Молдавии в республике, этот аванс позволяет сегодня действительно проводить необходимые реформы, потому что люди, изучив программу, проголосовав за нее, дали на нее соответствующий согласие. Поэтому думаю, что результат выборов является не только, что называется, каким-то юридическим актом, а на самом деле это одобрение программы, с которой губернатор пойдет на следующие 5 лет, и возможность поддержать губернатора в его начале. Вопрос о первых шагах, он в определенной степени риторический, потому что первые шаги – это вопрос актуальный для тех, кто был в отпуске, исполняя обязанности губернатора или главы республики, и кто занимался агитацией. Я в отпуске не был, и поэтому у меня шаги будут не первыми, а продолжающимися. Они совершенно очевидны, они озвучены, они есть в программе. Если говорить о событиях ближайших дней, это завершение уборочной страды, это отопительный сезон, в республике он надвигается, мы все должны быть готовы. У нас есть долги по теплу за 2015 год и ниже, с этим нужно заниматься. У нас наступает бюджетный процесс, мы будем работать сейчас с проектом бюджета на 2018 год. Мы помним о наших долгах, мы их не создавали, эти долги, но они были созданы в республике, поэтому мы несем эти обязательства. Мы помним обязательства республики в социальной сфере, мы занимаемся образованием, мы хорошо помним нехватку мест в детских садах, в школах. Ну, в общем, тема здравоохранения – это и строительство новых медицинских учреждений, и поддержание в соответствующем техническом состоянии тех, которые действуют. В общем, это не первые шаги, а это текущая, очень напряженная жизнь. Я повторю то, что уже вам озвучил 7 апреля, когда Михаил Викторович представил меня республике, я все здоровые силы республики призвал к совместному консолидированному труду и сказал, тогда нам гарантирован успех. Ровно это я говорю сейчас, я всех призываю к совместному консолидированному труду. Редактор субтитров А.Семкин